После окончания холодной войны в мире две супердержавы – США и агентство Мудис. Если Америка может сломить любого военным путем, то агентство уничтожить финансово. Достаточно просто присвоить низкий рейтинг. Эту американскую шутку все чаще вспоминают на Уолл-стрит. Так называемая «большая тройка» рейтинговых компаний – ФИЧ, Мудис и СНП – под прессом постоянных упреков. В американском парламенте работает специальная комиссия по расследованию действий агентств перед кризисом. МВФ настаивает на пересмотре самих принципов присвоения кредитных оценок. Мы были уверены, что наши рейтинги – наилучшая оценка на моментах выхода. Глядя на тенденции на жилищном рынке, мы приняли, как мне казалось, адекватное решение. Поэтому я ужасно разочарован последствиями, к которым привели наши оценки рынка недвижимости. Агентство ФИЧ, Мудис и СНП держат львиную долю мирового рынка рейтингов. Это международные корпорации, но принадлежат американцам. У трех агентств из США слишком много власти возмущаются в Евросоюзе и собираются создать собственную рейтинговую кампанию. Она может появиться на базе французского страховщика КУФАС. Он оценивает платежеспособность предприятий и корпораций уже много лет. Есть даже офис в России. Сейчас КУФАС подал заявку на получение лицензии, чтобы стать международным рейтинговым агентством. Это просто бизнес, но эта инициатива теперь после кризиса поддерживается европейскими государствами. Поддержка моральная, можно сказать, моральная, потому что политики заметили, что тот процесс, который осуществлялся до сих пор через эти большие рейтинговые агентства, не было достаточно для того, чтобы обеспечить надежную оценку. Главное обвинение в сторону фич Мудис и СНП – непонятно высокие рейтинги, которые стали одной из причин кризиса в 2008. Агентства присваивают оценки компаниям, банкам и даже странам, определяют финансовую устойчивость, то есть способность платить по долгам. Критики говорят, подход при оценке формальный. Эксперты рейтинговых агентств изучают только официальную финансовую отчетность. Первый звонок о несовершенстве такой системы прозвонил еще в 2001. Дело Enron – один из самых громких, скандалов в истории Америки. Корпорация с годовым доходом в 100 миллиардов долларов много лет обманывала инвесторов, подделывая свои финансовые документы. Смотрите, что мы придумали. В прошлом году вот по этой статье мы заработали 40 миллионов долларов. И планируем, что в этом году заработаем 120 миллионов. Так давайте запишем, что наш доход уже 120 миллионов долларов. Никто не узнает, а мы сможем привлечь больше инвестиций и акции взлетят на бирже. Из-за блестящей отчетности Enron постоянно присваивали высокие кредитные рейтинги. Когда афера вскрылась, последовали уголовные дела, банкротство и обвинения рейтинговых агентств в неправильных оценках платежеспособности компании. Но окончательное отрезвление произошло в 2008-м после краха американских корпораций Lemon Brothers, AIG, Фанни Мэй и Фредди Мэк. Международные агентства до последнего присваивали им максимально высокие рейтинги. Вроде формально супер надежные облигации, а на самом деле риски-то лежали, а кто является владельцем недвижимости, насколько он способен обслуживать вот эту вот закладную по своему ипотечному кредиту. Вот надо было там оценивать риски, а не риски самих облигаций. Сами топ-менеджеры рейтинговых агентств свои ошибки частично признают, но заявляют, что их оценки – это не команда покупать или продавать ценные бумаги. Это лишь один из источников информации. Рейтинг – это суждение вероятностное, и мы работаем не в идеальном мире. И если мы рассчитываем примерно коэффициент оправданности наших рейтингов с помощью некого алгоритма, основываясь на статистике дефолтов, статистике рейтингов, то есть если это где-то от 80 до 90%, то это бесспорно устраивает инвестора, поскольку на большую точность претендовать может только Господь Бог. И уже претендуют китайцы. Рейтинговое агентство из Поднебесной до Жонг присвоил Америке не самый высокий рейтинг – AA. Посчитали, что слишком много долгов, и страна – ненадежный заемщик. На днях в КНР объявили о создании еще одной рейтинговой компании. Подтеснить большую тройку пытается и канадское агентство «Доминион», все активнее оценивая платежеспособность корпораций стран. Но пока все мировые финансовые операции завязаны на оценке кредитной надежности американскими агентствами. Что поменять и как регулировать до сих пор не придумали ни в Евросоюзе, ни в США. А инвесторы по-прежнему ориентируются на оценки AA и BBB, даже понимая все минусы несовершенной системы. Ирина Матюшенко, Дмитрий Леонтьев и Антон Беляков. Вести.